Его проектировали тогда, когда еще, наверное, не было интернета. Лютая жесть. Проект 90-х. Глаз да глаз, как говорится, за ними нужен. Но как-то это не для людей это все. Оставь свой след. Держится крепче, чем у большинства застройщиков, куда смотрел МЧС и Госкомиссия, которая принимала этот дом. Такие по-домашнему сделанные светильники, как в обычном советском панельном доме. Ну, песочница без песка. Вот такое качество современных новостроек, друзья. Все стандартно, уныло и убого. Обратите внимание, видны проблемы с обшивкой вентфасада. В Ате уже пришел кирдык. А вы разве вот этого всего не видите? Безобразие и убожество. Друзья, добрый день. Я Андрей Артемов. Жилой комплекс Луэн Парк многое зависит, как долгострой. Но для того, чтобы продавать и дальше свои квартиры, застройщик решил создать этот комплекс в Баран, Шекспир, Поэт и продолжать продавать квартиры. В свое время квартиры продавали ниже рынка по кривым договорным схемам. Люди брали и рисковали. В этот дом на проспекте Просвещения люди планировали въехать еще два года назад. Со второго квартала 2009-го, вот сейчас опять обещают, уже четвертый квартал 2012-го. Ну, а непонятно, вот во времени все двигаются, двигаются, а когда упрутся-то? Первые дольщики должны были въехать в Лондон Парк еще в 2009-м году. Однако с тех пор сроки сдачи объекта неоднократно переносились. В минувшем феврале руководство компании L1 заявило, что обязательно застроят первую очередь до конца 2012-го года, а вторую – в начале 2013-го. Сейчас выбор квартир намного шире. Цены высокие и качество разное. Даже сейчас застройщик предлагает приобрести квартиру по предыдущему договору купли-продажи. Квартиры в комплексе представлены от студии до четырехкомнатных квартир. На момент съемки этого видео на вторичном рынке однокомнатную квартиру без ремонта можно приобрести от 6,5 миллионов рублей. Также отмечу, что практически все квартиры передаются без отделки, если вы за дополнительные деньги не приобрели ремонт от застройщика. Основной плюс жилого комплекса Лондон Парк – это станция метро Проспект Просвещения в шаговой доступности. До нее примерно 2,5 километра пешком. У каждого строящегося здания есть сроки сдачи и передачи ключей. Как правило, разница полгода. То есть сдали дом, а в течение полугода вы получите долгожданные ключи от своих новых и современных квартир. Но застройщик L1 пошел дальше всех. И ключи можно получить в течение двух лет после сдачи дома. Вот именно поэтому, друзья, необходимо не только верить словам застройщиков, менеджеров застройщиков, а внимательно смотреть проектную декларацию и договор перед тем, как вы приобретете недвижимость. А здесь почему-то сломался звук на микрофоне и пришлось записать звук отдельно. Напомню про тех условия, которые выдаются на воду, электричество и остальные ресурсы. Вот на воду тех условия закончились в конце 2021 года. На тепло заканчиваются в августе этого года. И это может быть проблемой для сдачи дома. В домах от L1 есть проблемы с шумоизоляцией, с коммуникацией, с промерзанием стен и многим другим. Но даже не это главное. Если вы обратитесь в судебной базе, то увидите большое количество исков застройщику о признании права собственности на жилые помещения, то есть на наши с вами квартиры. И одна из этих причин – это кривые договора. Приобретая даже на вторичном рынке без специалиста квартиру, вы, друзья, можете попасть. А теперь занимайте удобные места, и мы с вами пойдем внимательно смотреть на то, что сдал и строит здесь застройщик. Дом сдали, но обратите внимание, что до сих пор его территория закрыта, и здесь уже повырастали кусты, трава за большое количество времени, пока все это там, что-то там они делают с этой коммерцией. Но тут, конечно, большая реклама застройщика, им же нужно нас с вами зазывать для того, чтобы мы приобретали здесь квартиры. И обратите внимание, вот это лицевая сторона фасада здания, то есть лицо жилого комплекса. Здесь мы видим подтеки, которые до сих пор не убрали, и навряд ли их уберут. Мы видим елки с Нового года, вот не знаю, с этого или они здесь уже висят лет 10. И мы сейчас с вами вот по кругу все это, друзья, обойдем, посмотрим на объект вблизи, и поговорим о фасаде и о качестве, соответственно, того, что мы с вами увидим. Проспект Просвещение, вот там станция метро, 2,5 километра, это по мне немного. И можно просто спокойно, приятно прогуляться. Это, конечно, большой плюс. Вход в один из подъездов. Обратите внимание, что проект до того, до потопной, что вот здесь вот такие рельсы. Вот на них коляску с ребенком просто не закатить. Это, знаете, не знаю, для, наверное, пулемета Максим делают или еще для чего-то. Ну и вот такой подъемник. Здесь не нужно быть специалистом, чтобы понимать, что он просто давно-давно не работает. И вот видите, уже начало основание сгнивать. Еще у меня вопрос к администрации Выборгского района. Вот вы здесь проезжаете по проспекту Просвещения на своих дорогих черных тонированных автомобилях. А вы разве вот этого всего не видите? Безобразие и убожество. Сам район, конечно, хорош, что здесь большинство старых советских застроек, широкие улицы, большое количество зелени, есть свои интересные места. Ну, внешний вид, конечно, фасадных решений советского времени, он такой, знаете, специфический. Но зато большие просторы, большие площади. Впереди я вижу Токио-сити, один из моих любимых ресторанов. Ну, давайте смотреть внимательно с вами на комплекс. Это паркинг, 29 мест свободно. Сейчас зайдем, постараемся посмотреть. Ну, тут входная группа, вроде все, знаете, так ничего. Правила парковки, нигде не видно следов влаги. Пока что. Ну, тут видны куски кирпича, не знаю, откуда это все нападало. Слушайте, ну паркинг ничего такой. Нормальное покрытие, он, в принципе, невысокий. Нигде не видно подтеков. И все сделано достаточно красивенько, аккуратно. Так как они, соответственно, все это сдаются в аренду. Люди приезжают, паркуются. Ну, вот видите, тоже вот погружные насосы. Почему-то шнур вот так висит электрически. Нормально, можно смотать, повесить один насос, второй насос. Ощущение, что была влага, но давно уже, соответственно, высохла. Ну, вот здесь видно, что есть уже проблемы. Вот эта влага, друзья. Здесь когда-то была влага или она есть периодически. Сам паркинг, конечно, большой, но на всех жителей этого огромного комплекса, конечно, мест здесь не хватает. Вот здесь видно часть фасада. Вот эта, если не ошибаюсь, правильно называется фиброцементная плита. Это один из самых недорогих материалов, которые вообще возможно применять. Вот специальная планка для отвода воды. Здесь ее куска нету. Вот они, выслы, которые есть. Ну, вот такая, знаете, бутафория. Могли бы сделать это все более аккуратно. Ну, кстати, здесь, смотрите, из гранита подоконник. Ого! Вот здесь, видите, тоже, смотрите, какое странное решение. Вот это гранит, дорогой материал. Для чего он здесь, если здесь у них вентфасад? Ну, при этом мы с вами видим, да, что они когда монтировали, все это сделано достаточно ровно. Вот здесь мы видим следы от влаги. То есть вот там вода бежит и, ладно, это еще паркинг. Ну, тут кусок отломали. Ну, вот здесь, смотрите. А, сейчас, ну-ка, камера покажет или нет? Не, не видит она так. Вот там просто куска утеплить или нет? А если посмотреть вот здесь, обратите внимание, друзья, как все это сделано. В АТИ уже пришел кирдык. Вот тоже, да, для пожаротушения могли бы сделать какой-то нормальный шкаф, все это сделать посимпатичнее, но вот оставили все как есть. Дом. Вот у нас черный выход есть. Или вход. И здесь у нас электрическая станция. Классное решение, я считаю. Молодцы, правильно сделали, чтобы вот можно было и любоваться при выходе. Вот здесь уже в центре кадра видны проблемы с обшивкой вентфасада. И эта проблема, к сожалению, друзья, не одна. Дома, кстати, застройщик позиционирует как комфорт-класс, а высота потолка от двух с половиной до двух семидесяти пяти. То есть 2,70 – это обычный потолок обычного дома, который должен быть комфортным. Но здесь 2,5 – это как в советских панельных домах. Ну, вот здесь мы тоже можем видеть, что вот видите, сделали и до конца не доделали. Сюда уже не пойду, пойдем дальше все, прогуляемся. Ну, вот видно тоже, видите. Здесь должна быть специальная сетка для того, чтобы мусор и грязь туда не попадала в эту канализацию, потому что это потом забивается, и все приходит, соответственно, в негодность. Но здесь застройщик этим не озадачен, потому что ему, в принципе, все равно. Лишь бы продать... Кино снимаем. Да, кино снимаем. А как называется? Канал Андрея Артемова. Подписывайтесь. Это я такой. Обращаю внимание, друзья, на монтаж базальтовых плит. Обратите внимание, у каждого производителя есть критерии по технике раскроя. Ну, во-первых, видите, да, что здесь, во-первых, нецеликовый. Забито все кусками, такого не должно быть. И углы сделаны в несоответствии с нормативами Российской Федерации. И вот здесь это все везде так. Ну, ладно, бог с ним, это паркинг. Мы переживем. Давайте посмотрим, что же у нас с домом. Ну, а здесь уже давно, видно, торчит арматура. Она уже вся покрыта ржавчиной. Куски опалубки. Это нам тоже говорит о качестве этого здания. Высолы. Обратите внимание, как установлены окна, почему такое большое расстояние внизу, для чего они так это сильно сэкономили. Потом тоже, смотрите, какое интересное здесь я вижу решение. Это перемычки. Оконные перемычки. Вот видите, сверху такой небольшой кусок бетона. И сверху еще монолитное перекрытие. Вот по мне как-то очень странное решение. Ну, и здесь мы тоже видим, что на открытом воздухе все это находится, что это уже выгорело и находится, естественно, не первый день. Наплывы бетона. Соответственно, вот это балконы. И у балконов, обратите внимание, сплошное будет остекление. И здесь минус первый – это протекание, возможно, и второй минус – это очень плохая звукоизоляция. За эту квартиру Иван отдал все свои сбережения. Еще и влез в долги. Она стоила 2 миллиона 550 тысяч рублей. На момент покупки утверждали, что никаких доплат не будет, за исключением там 20-30 тысяч. На деле оказалось, доплатить нужно полмиллиона за остекление и увеличение площади. Лишние квадраты действительно видно невооруженным глазом. Плита, она заканчивается приблизительно вот здесь. Дальше они проложили жесть, залили стяжкой, и как будто бы это тоже является частью пола, частью помещения. И так во всех квартирах. Обманутые дольщики уже не раз выходили на митинги и писали обращения. Претензии к застройщику ведь не только финансовые. Сюда наступать, вообще-то говоря, нельзя. Не соответствует технике безопасности. Это не является полом помещения полноценным. Это может проломиться в любой момент. Но на бумаге их балконы не только сделаны по высшему разряду, но и вообще являются лоджиями, за которые платить надо по другому тарифу. Стоимость остекления этой застройщик оценил в 133 тысячи рублей. У заседей Ивана поменьше. А в случае неуплаты всем пригрозил выселением. Чтобы все это сделать качественно и хорошо, то должно быть остекление у каждой квартиры отдельно, независимо от нижних и верхних этажей. Ну, естественно, как без благ цивилизации. Это колючая проволока. Такое ощущение, что сюда просто все лазают для того, чтобы посмотреть на это убогое творение застройщика. Рокволл, базальтовый утеплитель, который здесь применяет застройщик. Мы видим алюминиевые конструкции, которые подготовили, видно, к поднятию люльки. Слышен звук перфоратора. Он высылает, даже внутри есть. Вот видите, как все делают. Вот он утеплитель. Я не знаю, они здесь его приклеивают или не приклеивают, либо просто крепят. И у нас... Так, так, так. Где тут окна? Давайте внимательно смотреть. Так, здесь правильно, здесь правильно. Ничего себе, здесь сделано правильно. Неожиданно. Очень неожиданно от застройщика. А вот здесь сделано неправильно. В общем, смотрю места. В общем, сделано более-менее. Могли бы, конечно, постараться и сделать лучше. Но мы сейчас дальше пройдем, посмотрим. Сама стройплощадка. Видны строители. Вот не могу вам не показать качество выполняемых строительных работ. Вот видите, арматура, она оголена. Она должна быть в бетоне, по нормативу, не менее чем 2 сантиметра. То есть вот это, друзья, неправильно. Это конструктивное нарушение. Дом, конечно, понятно, не рухнет. Но хорошего в этом ничего нет. Это как раз говорит о качестве этого жилого комплекса. О, видите, дорогу делают. Кольца люков канализационных устанавливают. Тут у нас идет монтаж вент-фасада. Ничего себе, даже с уровнем удивительно. Здесь мы с вами, друзья, видим унылую детскую площадку. Такие огромные дома и такая небольшая, неуютная и недорогая детская площадка. Аналогичную отделку первого этажа мы можем видеть во всех эконом-классах. Это Живи в Рыбацком, 21-й квартал. Это искусственный камень. Но даже здесь, обратите внимание, вот на эту нижнюю часть застройщик не сумел нормально и красиво все подогнать. И знаете, я вот когда смотрю на это фасадное решение, мне это чем-то напоминает гостиницу, ну какое-то, знаете, ну точно не жилые помещения. Но, друзья, к сожалению, это жилой дом. Сами картинки, конечно, они, знаете, такое ощущение, что уже давно из прошлого. То есть проект очень старый, его не модернизировали, на это застройщик не стал заморачиваться и тратить на это деньги. Также отмечу, что озеленение. Здесь есть только кустарник, которого только-только посадили. Посадили траву, да, понятно, у нас сейчас через какое-то время взойдет. А где деревья? Почему нет нормальных и высоких деревьев? Ну, если обратить внимание на сами вот эти убогие панели, самые недорогие, то смонтированы они тоже кривые косо. Здесь одно расстояние, здесь в два раза меньше. Все криво и некрасиво. Ну, вот зарубежные специалисты как раз сейчас закидывают землю. Делают озеленение. Вот здесь обратите внимание, что чистят ограждение перед окраской. Видно, пока стояло, уже все давно покрылось ржавчиной. Да уж. Смотрите, сколько люков. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Что ж у вас там под землей, друзья? Выезд на Стелобат. Да. Мы еще зайдем с вами во дворы, вы увидите всю эту прекрасную картину. Достаточно плотная и высотная застройка, я считаю, для этого места. Конечно, здесь просился бы другой совсем проект, как и большинство других проектов, которые сейчас возводят. Самая основная проблема, что, вот знаете, они строят как сами хотят. То есть не видно никакого контроля. Почему-то администрация каким-то образом не работает с этим суперзастройщиком для того, чтобы хотя бы где идет проспект Просвещения, там было все оккультурено и было красиво. Вот еще одна детская площадка. Производство нашей отечественного КСИЛ. Самое недорогое оборудование. Его здесь, конечно, очень мало для деток. Все стандартно, уныло и убого. Вот, обращаю внимание, тоже один из моментов, видите, это интернет-провода. То есть здесь застройщик поленился внести изменения в проект для того, чтобы нормально в трассах проложить эти провода. И просто их тянут по старинке от дома к дому через чердачные помещения. Ну, вот здесь мы видим, разобрали частично остекление. Сейчас мы увеличим камеру. Вот они, высотники. И будут переделывать. Вот такое качество современных новостроек, друзья. Вот смотрите. Вот одна детская площадка. Все заставлено машинами. Убогий забор. Это очень небезопасно. Сделать так площадки в окружении машин. Вот мы проходили с вами площадку. Видите, все заставлено машинами. То есть вот по этой же дороге вы будете своими детьми идти. И нужно за ним внимательно смотреть, чтобы он, не дай бог, не выбежал на дорогу. Потому что когда все заставлено машинами, когда ты едешь в машине, это очень тяжело. Ведь надо ехать очень медленно и аккуратно. Но, к сожалению, бывают и гонщики, которые не смотрят по сторонам. Поэтому, конечно, родителям придется очень внимательно смотреть за своими детьми. Ну и сами понимаете, друзья, что такое решение, я не знаю, кому могло прийти в голову окружить детскую площадку стоянкой для автомобиля. Вот как вам такое решение? Помните, как раньше было? Вот надо архитектора, как говорится, на мыло за такие решения. Набивное покрытие. Здесь никто давно не ходил, он уже трава начала прорастать. Здесь все в траве. Куски стройматериалов, недорогие скамейки, урны. О, и здесь мы с вами можем видеть, что после полного монтажа что-то у них пошло не так. И они, видите, все повырывали. То есть, то ли здесь они уже дополнительно смонтировали эти качели, а нет, они уже здесь стояли. То есть, видно, здесь сильно расшатывалось. Вот видите, они здесь ее распилили. Ну, то есть, понятно, что как качественно все было сделано, что приходится, соответственно, все исправлять. Ну, и вот здесь тоже, посмотрите на эту детскую площадку. Одно деревце такое. Второе, которое просит его просто пересадить отсюда. Были бы ноги, они бы просто ушли отсюда. Ну, песочница без песка, но зато с малярным скотчем. Молодцы! 5 баллов. Ай да застройщик. Как он хорошо думает о детях своих клиентов. Ну, вот здесь тоже можно обратить. Конечно, не очень понятно для меня решение. Оставили гидроизоляцию рулонную. Соответственно, влага будет идти вниз. Вот здесь она будет местами скапливаться, будет удерживаться, соответственно, дольше. Декоративный камень искусственный будет намокать. Ну, и, соответственно, это через какое-то время может привести минимум, максимум, вернее, к разрушению, минимум к появлению плесени и мха. Заезд-комплекс. И здесь очень много чего интересного, друзья. Вот. Уже, похоже, ремонтируют. Колонны, конечно, необходимо было хотя бы окрасить, потому что оставили просто бетон. Во дворе идет стройка. Уже не первый год. Ну, вот видите, как машины паркуются, потому что с местами здесь не так все хорошо, как хотелось бы. Ну, и здесь, смотрите, что нам открывается. Монолитное перекрытие. Оно открыто. Ничем не закрыто. Например, вот закрывали бы, как здесь, смотрелось бы совсем по-другому. Но, увы, и ах. Это дополнительные деньги, и застройщик к этому точно не готов. Вот уже видно, кто-то делает ремонт, выносит большое количество мусора. Тех-помещение, все в плитке, как это, в больнице, либо на хозблоке. Ну, даже ограждение таки прилично, смотрите, нормально окрасили. Гранит. Ну, так как внизу паркинг, понятно, здесь деревьев просто нет. Кустарник, небольшое количество земли. Вы видите, все в аренде. Вот здесь находится фитнес-хаус, фитнес, в общем, фитнес, который уже продают. Ну, вот здесь можно обратить внимание, посмотрите, как все сделано классно. Так, 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 сейчас вам посмотрите, что покажу. Вот сразу вопрос, для чего на переходном балконе такая толстенная стяжка? Вот давайте посмотрим дворовое пространство. Здесь его просто нет. Сразу же находится забор. Вот смотрите, не дай бог здесь что-то происходит. Должна проехать автомобиль МЧС. Как он здесь пройдет? Дешево, 6 метров. Все заставлено машинами. То есть здесь не проехать. Внутри у нас строительные вагончики строителей. Все в стройке. Здесь уже видно, что все давно выгорело. Так долго они это строят. Фасадное решение, конечно, на такого любителя острых ощущений. Вот арка. Вот такие пилястры для чего-то сделаны. Почему бетон был просто, пока красили бы там, не знаю, в какой-то цвет белый. Там разлиновали бы, смотрелось бы совсем по-другому. Ну, вот видите, зато здесь есть парковка у людей. Вот здесь тоже внешний вид оставляет желать лучшего. Вот, видите, какие места классные в данном-то доме. Да, вот люди делают ремонты, все переделают, в общем, за застройщиком. Так проще сказать. Но тоже, да, видите, как этот камень смотрится, ну, так, не очень-то красиво, как это, наверное, бы хотелось. Здесь мусоросборная камера, заселение. Для прохода нажмите кнопку «Конфидент» на домофоне. О, друзья, здесь открыто. Смотрите, первый, вот в этом подъезде парадный, извините, номер 7, вход в уровень землей. Это, конечно, большой плюс. Минус для меня – это огромное расстояние между этими панелями. Вот здесь, видите, была грязь, что-то они делали и до конца не отмыли. Есть указатели этажности. Это большой плюс, где находится какая-то квартира, недорогой доступ, это визит, могли бы сделать что-то подороже, но тут, конечно, от застройщика ожидать другого не стоит. Здесь у нас есть чуть ниже уровня пола под коврик, это правильное решение. Есть тамбур, это хорошая отсечка теплого, холодного воздуха. Ну, управляющая компания «Лондон Парк». Не удивлюсь, что от застройщика, даже, скорее всего, от него. Здесь внутри уже такая, знаете, интересная отделка холла. Она симпатичная. Стандартно есть вот такой камень для того, чтобы, когда вы что-то затаскиваете, можно было двери придержать, чтобы она никуда не упала. И обратите внимание, заходишь здесь вовнутрь, здесь уже совсем все по-другому. Такие по-домашнему сделанные светильники, элементы под дерево, современный потолок, вот такой свет из потолка идет, название комплекса «Шекспир». И убогие почтовые ящики, как в обычном советском панельном доме. И они для меня лично все это портят. Из плюсов зашита система отопления. То есть, знаете, вот заходишь так, все хорошо, уютно, поворачиваешься сюда. Вот для чего, почему так сделали, ладно. Давайте пройдем дальше. Есть указатель «Выход». Ой, забыл, как это называется. Ксения подсказала. Здесь у нас должны быть пожарные рукава. В данном доме они здесь отсутствуют. У меня сразу вопрос, куда смотрел МЧС и госкомиссия, которая принимала этот дом. Или в проекте этого нет. Здесь мы видим с вами тоже такие же ящики, количество спама. Мы видим систему слаботочки. По-домашнему такие светильники. Вот, слушайте, вот это классно, молодцы, сделали. Смотрите, друзья. И вот такая, знаете, в 2000-х, 90-х годах очень было модно менять себе входные двери. И вот такие двери всем привозили. Их обшивал, кто-то не обшивал. То есть вот такой цвет потемнее был. Но она просто убогая. Если бы эта дверь была бы обшита вот таким же деревом, смотрелось бы совсем по-другому. Ну, понятно, доводчик уже сломали. Потому что сломали не из-за того, что люди-вандалы, а из-за того, что он не рассчитан на такое количество входящих и выходящих людей из этого дома. Идем дальше. Вот это помещение для чего? Я, честно говоря, когда не понимаю. Вот здесь нарисована коляска. То есть это под колясочную рассчитан. То есть кто-то здесь будет вставлять коляски. Но вот у меня ощущение, что нет. Значит, обращаю внимание, что вот сделано пану. Да, вроде все нормально. Почему было вот здесь хотя бы это все не закрыть? Вот такая щель осталась. Ну, ладно, даже до этого не будем докапываться. Картомеры называется. Вот я вспомнил. Давайте пройдем вот сюда. Это лифтовой холл. И обратите внимание, что здесь ни одного указателя нет, что лифт находится вот здесь. А вот здесь, знаете, такое ощущение, что ключи забыли, просто дверь выламывали. Идем сюда, смотрите, какая красота. Шекспир, трехмерные буквы, здесь вот эти венки трехмерные. Все прикольно. Ну, вот этот цвет, конечно, проведение шумных работ. Раз, лифт. Грузопассажирский, два, грузопассажирский и пассажирский. Жмем на кнопочку и ждем. Есть табло, есть с указателем, понимаешь, на каком этаже находится лифт. А здесь вот, не знаю, как это правильно назвать, вот эту конструкцию. Но очень оригинально, прикольно, молодцы. Но для трех лифтов тамбура маловато. Этого расстояния здесь должно быть минимум метр сорок по нормативу. Здесь метр пятьдесят. И вот его нужно было увеличивать по мне в два раза. Грузопассажирский лифт. Сразу поедем на последний. Двадцать пятый здесь этаж. А лифт Иотис. Ген-2 с режимом регенерации энергии. Молодцы, еще успели, видно, приобрести. Ну, вот смотрите, вот здесь сразу же вид, как в строительном вагончике. Лифт едет плохо, он гудит. Я чувствую вот здесь вибрацию, не знаю, слышен этот гул. На микро... Надеюсь, что слышно. Ну, и... Вот это от застройщика. Спасибо застройщик за наши убитые лифты. Сэкономили на датчике. Обратите внимание, вот он здесь стоит один. Не каждый застройщик может похвастаться сплошными датчиками. Чем это плохо или хорошо? То есть, когда идет взрослый, то все нормально. Но все, что выше или ниже этого датчика, он его не видит. Идет у вас собачка, кошечка, попугайчик. И его может насмерть прищемить. Но едет быстро. Так, 25 этаж. Ну-ка, звук есть? Нету. Вот, разговаривает. 25 этаж. Ну, блин, здесь просто нет слов. Смотрите, друзья. Обычная, дешевая, убогая табличка. Внешний вид ее не вызывает никакого уважения лично у меня. Здесь отделка смотрится очень дешево. И мне ощущение, что, знаете, я из приятного такого домашней входной группы попал в какую-то недорогую эконом-класса новостройку. Цвет отделки лифтов серый. Ну, вот он не смотрится с этой стеной. Он смотрится, знаете, ну, как в обычной панельке советской. Вот это коричневая дверь. Друзья, застройщики. Вот этот желтый круг вешается на стекло, чтобы головой его не вынесли. Нафига вы вешаете на дверь? Это для ваших иностранных строителей, что ли? Заходим. Это у нас межквартирный коридор. Открытое оборудование. Вот такое же, кстати, помню, прекрасно в 21 квартале. Все открыто, все сделано дешево. Это у нас, наверное, скорее всего, канализационная труба. Обычные двери. Но спасибо, что два замка. Ну-ка, что у нас здесь с пожарными рукавами? Ну, вот видите, пожарных рукавов нет. Ну, хотя бы зумы работают. Надеюсь, что это не муляж. Ну, вот как сдавали, вот у меня, например, под большим вопросом. Ну, вот смотрите, я без ключа просто открываю. Вы как считаете, это так должно быть? Мусор, грязь, пыль-то, ладно, да, там она седает. Но почему это все открыто здесь открыто? Это вот похоже все с момента сдачи. А здесь у нас должны находиться счетчики на тепло. Надеюсь, это все функционирует и работает. Ну, коридорчик, конечно, так себе. Вот здесь, видите, пытались открыть без ключа, ломали. Но зато современные счетчики учета. И давайте-ка с вами выйдем на переходной балкон. Посмотрим, что же здесь натворил застройщик. Значит, чего не хватает? Нормальных современных дверей, стекла, чтобы я выходил, видел, куда я выхожу. Аналогично ситуации здесь. Вот, блядь, просто нет слов. И вот, кстати, это первый комплекс, в котором я это вижу. У вас, похоже, иностранные специалисты были под чем-то, что они просто лбом бились в дверь, и поэтому застройщик принял решение вот эти желтые круги здесь повесить. Да уж. Но это, друзья, даже не переходной балкон, это балконище. Обратите внимание, сколько много пространства, сколько много материала ушло на вот эту убогую конструкцию. Ну, понятно, да, что качество ожидать от застройщика. Вот, кстати, выходим всегда трясите. Ну, вот она здесь мощная, но уже далеко, давно уже ржавая. Внутри мы здесь видим типа двор. Ну, дворового пространства, как вы сами можете обратить внимание, его просто, друзья, здесь нет. Потому что вот они хотят с каждого метра заработать максимальное количество денег, поэтому так все и сделано. Ну, вот видите, вот лестничный марш. И здесь у нас, это мы посмотрим сейчас чуть позже, хотя бы есть антивандальное стекло, там есть свет. Видны какие-то потеки, такое ощущение, значит, что это что-то из нефтепродуктов. Здесь стяжка. Здесь видно, им не хватило вот такого граждающих элементов. Они вот сделали вот такое, как, знаете, как временное. Ну, хоть здесь закрыто. Ну, вот если обратить внимание вот на эти все элементы, то понятно, что когда будет идти сильный дождь или ветер, то, понятно, будет продувание, потому что уплотнитель должен быть однозначно внутри. Какие-то даже элементы шумоизоляции. Ну, вот здесь я сверху смотрю, знаете, очень напоминает по цвету на старую советскую панельку, забытую богом. Там, да, внешний вид, конечно, честно говоря, такой удручающий у этой новостройки. Эх. Значит, это у нас, друзья, ригель. Ригель служит для усиления несущей способности монолитного перекрытия. И смотрите сюда. Раз, два, три. Как вам? Вот видите, здесь видно, что вот бетон, вот кусок уже отвалился. Это говорит о качестве проделанных работ. Вот, знаете, такое ощущение, что ригель живет своей жизнью, а монолитное перекрытие своей между ними сантиметра два-три расстояния. Ну-ка, давайте с другой стороны посмотрим. Оно, да, вот здесь, вот здесь они такой, то ли мастикой, то ли штукатуркой это все зачеканили. Потом вот эти места, обратите, вот видите щель? Вот туда влага будет попадать, она будет скапливаться на металлической обшивке и разрушать бетон. Ну, вот почему так? Почему никто ничего не видит, когда принимает этот дом? Я не понимаю. Потом у меня тоже вот вопрос вот к этому. Вот что это за убожество такое? Нафига здесь плитка? Почему это все так убого сделано? Ну, вот реальных слов нет. Теперь выходим на переходной балкон. Ой, переходной балкон, лестничный марш. Ну, спасибо за указатель. Свет, я не знаю, вообще ночью включается, а движение похоже не работает. Обычный лестничный марш, обычное ограждение. Здесь, обратите, даже вот это самое обычное, примитивное ограждение держится крепче, чем у большинства застройщиков, где оно просто ходит худуном. Здесь линолеум, который со временем вот так отходит. И смотрите, они его покрасили в красный цвет, в рябиновый бы, я сказал, и внешний вид сразу совсем другой. Вот эти элементы даже смотреть не будем, здесь с застройщиком все понятно. А долгостроя чего-то хорошего ожидать, естественно, не стоит. Но по лестничному маршу скажу, что он намного опрятнее, намного аккуратнее, чем Принневский, Живи в Рыбацком и другие дома эконом-класса. Спустился на первый этаж, лифт не идет на подземный паркинг. И вот здесь, обратите внимание, сразу какая красота. Но вот ощущение, что я попал в совсем другой комплекс, и у меня ожидание другое. Обрамление лифтов серебристое, вид, ну, вот, не сравните с тем, что мы видели с вами на последнем этаже, друзья. А ну-ка, ну-ка, ближе, ближе, ближе. Вот непонятно, это электрический кабель, и идет он то ли с кровли, то ли наоборот на кровлю. Очень интересное решение. Общее впечатление о новостройке всегда складывается из мелочей. Вот видите, промазали, не закрыли. Здесь палец влазит. Здесь еле ноготь. То есть, ну, вот, все вот так. Вместо одного крепежа окрашенного, здесь совсем другой. И здесь аналогичная картина. Даже здесь не постарались, чтобы сделать ровно и красиво. Но зато малярный скотч оставили. Видно потомкам. Какая красота! Даже здесь обратите внимание, такое качество, что штукатурка уходит в другие места. Ну, здесь, видите, тоже вот как с кровли сделали, а здесь же электричество. Ну, вот, друзья, делайте выводы, как качественно строить здесь застройщик. Поднимаюсь вот на это чудо-паркинг, и смотрите, что увидел. О, забыли. Цемента не хватило, наверное. А здесь, как говорится, знаете, это оставь свой след в бетоне. Как лили, так и залили. Ну, здесь видим тоже, видите, уже от влаги все разрушается, разрушается мокрый фасад, и со временем все это будет дальше и дальше идти. Ну, про ограждающие конструкции вообще молчу. Через лет 10 от них уже мало что останется. А вот и оцените сам заезд. Здесь, видите, тоже цемента не хватило. Вот это сделано для людей. Вот когда кто-то здесь рассчитывает, как вот здесь нормально пройти, например, с той же коляской. Припарковал машину, идешь с коляской, здесь вот просто очень место впритык. Ну, как-то это не для людей это все. Сейчас мы с вами зайдем вот туда, на стелобатик, и посмотрим, что там. Вот здесь еще оставь свой след. О, красавцы! Табуном, видно, ходили. Вот, смотрите, здесь типа моста сделано, да? Вот это для людей. Вот. То есть там можно зайти, там можно зайти, но при этом обращаю внимание, что здесь все закрыто. То есть зашел здесь тупик. О чем думал застройщик, проектировщик, тот, кто это все контролировал, мне, честно говоря, непонятно. Ну, и здесь с высоты видно вот это очень огромное, знаете, нагромождение различных объектов. О-хо-хо-хо! Друзья, смотрим. Смотрим внимательно на этот фасад и понимаем, что с вашим домом будет через некоторое время, если, конечно, уже с него это все не валится. Поэтому надо быть вдумчивым и всегда лучше взять специалиста, чтобы тебе помогли принять правильное решение и не совершить ошибку. Здесь, видите, чуть больше земли, посадили деревья, плитку для кого-то оставили. Здесь уже взошла трава, здесь, видно, не хватило. Забыли посеять. Да, вид, конечно, такой, знаете, очень-очень специфический. Очень. Вместо хорошего проекта получилось, как говорится, то, что получилось. Зато большое количество коммерческих помещений, жилых помещений, которые можно продать и на этом, соответственно, заработать. Пойдем прогуляемся, посмотрим, что здесь. Тут реально какие-то катакомбы. Ну, вернее, не катакомбы, а идешь вообще непонятно. Указать или нет, где, куда, чего идти, где, что, где находится. Как-то очень странно все это сделано. Ну, тоже, видите, первые этажи, ну, как не первые, тут вторые, третьи этажи. Вот у них есть такие выходы типа терраски за таким заборчиком. Ну, вот обратите внимание, как все достаточно плотно. И здесь, конечно, есть прикол, что можно с одного двора перейти в другой. Я вам еще сейчас кое-что покажу. Здесь, соответственно, вот такие мостики. Здесь очень красиво. Если с одной стороны мы видим производство подгузников за колючей проволокой, то с другой стороны открывается у нас вид на соседний мост для перехода и дальше комплекс. Мне очень нравится сама вот эта архитектура. Я небольшой любитель вент-фасада, но здесь мне нравится. А потом еще что-то во дворе настроят, и все. Где двор? Не было двора. Но зато, смотрите, деревца красивые. Вот сейчас что-то такое беленькое распустилось. Вишня, черешня, что-то яблоня. Слушайте, красивые очень цветочки. Спуск вниз для маломобильных групп населения вот на таком лифте. Так, так, так. Это у нас Шекспир. Это с паркинга подъема на... Аладдин. Аладдин. Ну, смотрите, мы дошли до того места, где можно присесть и передохнуть. Недорогие скамейки, а ваза под клумбу, которой здесь нет. И возможно, ее и не будет. О, друзья. Так. Здесь застройщик, его архитектор, проектировщик решил сделать детскую площадку. Правильно, красавчики? Ну, здесь и дети будут удобно сюда перелазить. Как-то по мне все, знаете, ну, вот это мне, например, лично не внушает доверия. Здесь можно сделать было место отдыха для взрослых, чтобы можно было посидеть, полюбоваться чем-то. Потому что, в принципе, вот эта трава здесь смотрится красиво. Деревья распустили, почки, выходят цветочки. Тоже, смотрите, как все красивенько. Но детская площадка для маленьких деток, ну, как-то здесь не очень. Глаз до глаз, как говорится, за ними нужно. Вот здесь высоты мы видим еще, кровлю и здесь, ну, здесь, знаете, не хватает того, чтобы посадить картошку. Вот именно она отсюда напрашивается. Что? Видео? Здравствуйте. А в ютубе наберите, Андрей Артемов увидите вскоро. Вон, видите, какой проход. Будет проезд, вернее. Гидроизоляция, кстати, рулонная отмечу. Поэтому, возможно, там и нет особых протечек у застройщика. И впереди мы видим дом, который строится очень-очень долго. Я, друзья, когда с высоты смотрел, было ощущение, что вот эта линия, а нет, друзья, это водосточные трубы. Смотрите, какое интересное решение. Обычно это все прячется внутри, в специально отведенных местах, а здесь застройщик вот пошел таким старым, недорогим способом. Протечки однозначно обеспечены. Вот здесь можно рассмотреть выход, вот, не знаю, ну, терраска, наверное, назвать, да, по-другому здесь, другого слова я пока не нахожу. Но, во-первых, сам фасад. Криво, все косо, разное расстояние, то есть они даже не постарались сделать как-то красиво. Здесь обратите внимание, что там практически щели нет, все впритык, здесь уже щель, здесь аналогичная картина, то есть даже углы не могут нормально и ровно подрезать. Но и обратите внимание на ширину, мало того, что окна, то есть она просто мизерна, сантиметров, наверное, 60, и саму дверь, то здесь боком нужно выходить, что ли. Но вот какие-то решения здесь у застройщика достаточно неудачные, наверное, так можно сказать, хорошим словом. Ну вот видите, тоже, да, тут расстояние, здесь какое, ну вот все в глаза бросается. Недорогие панели, ну и здесь аналогичная картина. Есть шумоизоляция, это приятно. А внутри мы видим отделку. Парадная номер 6. А у здания слева у жителей прекрасный вид вот на эту конструкцию справа. Но здесь тоже можно обратить внимание, что видно, что проступает арматура и это, друзья, не есть хорошо. Но у меня, конечно, ощущение, видя вот этот убогий забор, что это не сданный объект, а он, скорее всего, заброшенный. Потому что вот забор, ну, вставляет желание лучшего. Сейчас у большинства новостройки, европейские стоят, ограждающие конструкции временные, которые смотрятся достаточно приятно. Здесь можем обратить внимание большое количество мусора, грязи и всего остального. на какие-то, видите, круглые окна на проект 90-х. Здесь, видите, тоже... Ну-ка, давайте подойдем, посмотрим на качество выполненных работ. Здесь уже можно обратить, что плитка отвалилась, я не знаю, от физических воздействий либо от времени. Здесь можем видеть утеплитель. Почему-то он сюда не заходит. Плиты либо демонтировали, либо сняли, либо когда кто-то проезжал, соответственно, это все снесли. Ну, вот здесь видно аналогичное. Теплитель, базальтовый утеплитель, пароветрозащита. Ну, конечно, все выглядит, друзья, так себе. Криво, косо. Единственное, здесь прекрасно, это вот этот красивый кот. Нет слов. Да, спасибо, что здесь есть алкомаркет. Приехал домой, спустился вниз, купил, дома выпил, тебе стало хорошо, и ты просто забыл, что живешь в таком комплексе. Ну, и вот обратите внимание, вход в алкомаркет, вход в подъезд. Нет слов. Входная группа в Лондон-Парк. На стенках караед, штукатурка, так называется, трубы, большая высота потолка. Спасибо, что есть хотя бы на миновании, куда и чего нужно идти. Такое ощущение, что каком-то подземелье находишься. Здесь куда-то подъем наверх, нет никаких указателей. Значит, вот там была, скажем, входная группа, вот я зашел, это лифт, лифтовой холл. Вот обратите внимание, друзья, вот посмотрите на это. Вот когда в таком живешь, ну, надо смотреть, что-то лучшее. Нельзя жить вот в таком. Вот реально нельзя. У меня просто смех, но это вот такое очень мрачное какое-то помещение. Лифты Отис. Так, он почему-то едет только на четвертый этаж. Ладно, очень интересно. Поднимемся на четвертый этаж с вами. Обшивка недорогая, но все чистенько. Немножко лифт пошатывает, но не критично. Четвертый этаж. Четвертый этаж. Четвертый этаж. Тарарарам. Выход, лестница. Слушайте, это здесь как колоколбах каких-то. Тут еще лифт. Здесь мы с вами попали в дворовую. На дворовую площадь этого комплекса. Российский флаг, небольшое зеленение, детская площадка. О, я их искал, так и не смог найти, не понял, где они реально находятся. Потому что на картах непонятно, что это там четвертый этаж. Ну вот, конечно, видите, такая новостройка из двухтысячных. Проект очень старый. Сдали их не так давно. Ну вот видите, качество, конечно, оно сразу бросается в лицо. Сгнившие двери. Мусоросборочная камера. Блин, господи. Вот смотрите, какая трещина нормальная. Но здесь, обратите внимание, такой небольшой сад, карликовые деревья. Смотрится приятно. Не каждый может похвастаться такими деревьями. Нормальная система освещения, трава, кустарник. Слушайте, неплохо. Это, наверное, единственное, что здесь приятно. Так, куда бы нам повышаться, дабы, зайти. Давайте, будем ждать, когда кто-то пойдет. Ну вот, обратите внимание, дверь тоже почти умерла. Секция 13. Тут трындец, конечно. Все раздолбанно уже. Входной группе здесь уже нормальные почтовые ящики. Мне нравится то, что здесь сразу у них видно, есть спам или нет, есть ликвитанция, есть зеркало, деревья. Вот такой логотип. В общем, друзья, здесь настоящий квест, пока сюда пойдешь. поднимаешься на четвертый этаж, выходишь по катакомбе, выходишь во двор, и потом ты уже идешь к своему подъезду. Хотя это почему-то застройщик называет парадное. По мне, это просто жесть какая-то. Лютая жесть. 28 этаж. Могилев лифт. Заходим. О, господи. Да, вид отсюда, конечно, приличный. Вот весь двор. Он здесь у нас как на ладони. Да, возможно, 20 лет назад это был, конечно, интересный проект, но сейчас, сожалению, нет. Еще один лифт. Большое количество квартир. Да, слушайте, вот такие помещения, знаете, просто вообще непонятно. Когда проектировали, о чем человек думал, когда он проектировал. Отсюда вид у нас на строящееся соседнее здание. Прекрасно его видно. Прекрасно видно качество монтажа окон. видна советская старая застройка. Там новостроечки впереди. Здесь почему-то отсутствует лючок. Да, вид, конечно, вот видите, здесь уже ремонтируют. Да, конечно. Так, здесь можно открыть окно. А, слушайте, оно здесь. То есть, вот так оно должно открываться на проветрение, а здесь все наоборот сделано. Шумки нет. Ну, здесь сверху, а зато прекрасно видно, как все окрашено. Обратите внимание, на камеру очень хорошо видно, что просто все в разнобой. что было тем и красили. Ну, да, так, конечно. Лютая новостройка, лютая, друзья. Выходим, поворачиваем ручку на открытие и работает на вентиляцию. Давайте выйдем на переходной балкон. Конечно, очень страшно. 28 этаж. Это должно быть здесь. Вот, кстати, смотрите, ни одного указателя вообще ничего нет. То есть, они об этом даже не думали, что лифт здесь, квартира там 32 такая, нумерации квартир тоже нигде нет. Ну, по мне, конечно, очень специфическое решение. мусоропровод заварили, это правильно. Тоже глухая дверь, зачем нам стекла. О! А здесь у нас переходной балкон. Из-за того, что от застройщика нет ограничителя, ручка уже, видите, все, мокрый фасад продырявили. Господи, еще ограждение. О! Лахта-центр. Ну, вот отсюда, конечно, ну, вот с высоты, знаете, очень плотно. То есть, двор могли бы сделать что-то поинтереснее, ну, спасибо, хотя бы есть деревья, есть трава, зато напротив можно прогуляться по парку, сходить в перекресток, там недорогой кофе. Вот даже не знаю, что сказать. Вот такое, все очень, знаете, специфическое, друзья, очень специфическое. Вот они как раз идут, кабель интернета на дома, провайдерам так дешевле и проще тянуть, в современных новостройках для этого всего уже есть специальные магистрали, где-то все заранее прокладывается, чтобы не было такого. здесь, конечно, его проектировали тогда, когда еще, наверное, не было интернета, и об этом никто не думал. Здесь, кстати, о многом не думал, и на многие мелочи, которые важны на каждый день, здесь просто не обращали внимания, либо не обратили. Ну, вот фасад тоже самое, видно весь кривой, косой, он уже, видите, местами изгибается от времени, потому что это сами по себе плиты такие, и лично мне это, конечно, новостройка не очень внушает доверие. На четвертом этаже есть своя спортивная площадка, но по вытоптанному резиновому покрытию видно, что пользуются спросом, люди сюда ходят, дети, потому что здесь, в принципе, больше ничего нет. Вот ты вышел в свой двор, и у тебя есть пару магазинчиков, и целый ковьян, для того, чтобы спуститься вниз и отсюда выйти. Давайте до арки прогуляемся, посмотрим. Вот двор такой, знаете, очень что-то такое интересное, специфическое. Четвертый этаж, как-никак, везде входы-выходы в паркинг. Вот видите, тоже с собаками гулять запрещено. А я вышел отсюда из дома, у меня есть собака, куда мне идти, скажите, пожалуйста. Вот, видите, вот одна арка здесь закрыта, потому что там стройка. Или нет, не закрыта. Ну-ка, идемте смотреть. Дырень уже пробили в арке. А то даже идти-то некуда. Да, здесь застройщик складирует мусор. Приятно, конечно, что в таких кадушках поставили зеленое насаждение. здесь хотя бы немножечко обретает это все другой вид. Но большое спасибо за зеленение. Не знаю, кому сказать спасибо, застройщику, либо управляющей компании, потому что вот такой садик, он реально очень смотрится приятно. Да, если бы здесь не свои магазины, куда можно выйти за хлебом, то, блин, ребенка я бы вот здесь не отправил бы в перекресток за хлебом, потому что он может заблудиться. Ну, тоже, видите, да, ограждающие конструкции сделали, вроде хотели сделать как-то интересно, хорошо, но так как сразу же было сделано все некачественно изначально, вот такой вид. и, конечно, открытый бетон, если бы его закрыли, либо хотя бы окрасили, смотрелось бы совсем, друзья, по-другому. арка достаточно высокая, большая, у нас по-раз-два-три-четыре этажа, представляете? Давайте спустимся по ней, ни одного указателя, вот если ты здесь первый раз день находишься, первый раз, то даже непонятно куда идти. Ну, тоже, видите, какое качество, ну, это что-то у нас тут такое закрыто. Ограждающая конструкция примерно на высоте 90 сантиметров, я считаю, что это очень мало. Отсюда видно как раз качество окраски, качество монтажа, уже что-то у нас винты уже шляпки ржавеют, конечно, это все выглядит по мне достаточно так себе, проломленное ограждение. Дом еще не сдали, давайте судить строго не будем. Ох, закрыто. Аналогичные таблички. Кстати, ничего, такой лестничный марш, хотя бы, ну, первый этаж здесь в плитке, приятный цвет краски. Открыто. тут хотя бы большие окна. Ох, темнота-то какая. О, здесь теплей. Межквартирный коридор. как-то узко. Но зато смотрите, обратите внимание, что у входных дверей, входные двери приличные. Смотрится красиво вот это все обрамление. Два замка, фурнитура такая нормальная. эти глазки, недорогие выключатели. Так, тут у нас все закрыто. Поднимемся выше. есть лифт. Работает. Нет, не работает, а зараза. Вот хотя бы понятно, где выход. Быстро здесь проходить, чтобы не заблудиться. но как видите, вот отсюда уже плитка заканчивается и остается голый бетон, но главное, чтобы его хорошенько отмыли перед сдачей. перед сдачей. сказали открыто. Слушайте, отделка, кстати, такая ничего. Человек открывает дверь и вы врезаетесь прямо в нее. Ах, тут закрыто. В общем, друзья, тут в принципе все. Больше показать тут ничего. Ну, в общем, специфически, да, ванна, конечно, маленькая, но зато есть раковина, есть ванна, есть экран, есть санузел, есть плитка, поставят дверь и все будет нормально. Вроде даже бетон. Шестой этаж. Но вот здесь тоже обратите внимание, что дверь открывается сюда и здесь будет проблематично выходить, так же, как и здесь открывается. Как-то не очень логично сделали и очень много, небольшое, в общем, совсем расстояние, что не есть хорошо. До свидания. Смотря на что смотреть, с чем сравнивать. Сам застройщик, сами знаете, какой. Лестничный марш. Здесь можно делать красивые фото. Кстати, думал, что отделка будет хуже, но она такая, знаете, ничегошная. Лучше, чем я видел в Примневском. И для меня, например, это удивительно. Может быть, застройщик решил выйти на новый уровень и как следует постараться за ожидание. Но уверен, что без подводных камней здесь не обойтись. Не обошлось. Вот напишите в комментарии, приобрели бы вы в этом проекте квартиру себе или нет. Очень мне интересно узнать ваше мнение, что вы думаете о таких старых древних проектах. Друзья, рад был вас всех видеть. Обязательно поставьте лайк, не ставьте дизлайк, подпишитесь на канал и поделитесь ссылкой на это видео. Ну, а я с вами, как обычно, не прощаюсь, а говорю до скорой встречи. Субтитры 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 Продолжение следует...